Слава Господу! Приветствую, братья и сестры! Приветствую всех, кто с нами сегодня в онлайн, в эфире. Просим родителей ваших детей отвезти на воскресную школу. Благословляем детей. Пусть Господь благословит. На воскресной школе присаживайтесь, братья и сестры. Слава Господу! Приветствую каждого сегодня, кто встал рано, чтобы прийти в Дом Божий. Надеюсь, это связано в основном с жаждой раньше всех получить что-то от Господа. Слава Богу! Братья и сестры, вы знаете, что мы верующие люди с вами уже в Царстве Божьем. Кто в курсе, что мы уже в Царстве Божьем? Поэтому ты можешь соседа своего поздравить. Скажи, приветствую тебя в Царстве Божьем. Потому что мы уже в Царстве Божьем. Слава Господу! А вы знаете, что в Царстве Божьем все люди счастливые. Ты знаете, что все в Царстве Божьем, они должны быть счастливыми. Но вот если кто-то еще не счастлив, пусть будет счастлив. Потому что все, кто в Царстве Божьем, они должны быть счастливы. И наш Господь, вы знаете, что наш Бог, Он счастливый. Мы можем так сказать, что Он счастливый? У Него нет депрессии, у Него нет уныния. Он всегда счастлив. Ему не всегда нравится видеть некоторые моменты в нашей жизни, но Бог, Он благой Бог, Он счастливый, Он благословенный. И Он, как Отец, хочет, чтобы Его дети тоже были счастливы. Бог желает, чтобы мы были счастливы. И на самом деле все люди хотят быть счастливыми. И верующие, неверующие, все хотят быть счастливыми. Но не у всех получается. И люди этого мира, они чего-то ищут, они ищут счастья, утешения. В материальных благах или в грехах. Но на самом деле, все люди этого мира, они ищут Бога, только они об этом не знают. Бог, когда сотворил человека, Он изначально заложил внутри тебя и меня, и во внутрь каждого человека потребность в Нем. Бог Творец изначально заложил эту потребность, которую только Сам Он и может восполнить. Это потребность в Боге. Это потребность быть с Богом. Но если люди этого не знают, это желание быть счастливым, оно их ведет в грех. Оно ведет их к каким-то греховным наслаждениям, к каким-то греховным удовольствиям. Люди ищут в религии, люди ищут в наслаждениях, и не могут найти этого счастья. Но нам Бог открыл, что настоящее счастье, оно только с Господом бывает. И сегодня я хочу поговорить некоторое время с вами на тему, которую можно назвать так «Хорошая жизнь посреди проблем». Я заметил, что может быть хорошая жизнь посреди проблем. Я заметил, есть люди, у которых нету проблем. Здоровье есть, деньги есть. Казалось бы, все есть, но счастья нет. Это и неверующих касается, но, к сожалению, у верующих так бывает. А есть другие люди, у которых, казалось бы, проблемы есть. И с финансами трудности, и со здоровьем трудности, и какие-то проблемы, какие-то обстоятельства. Но смотришь, а этот брат или сестра, он счастливый, благословенный. Я знаю людей в возрасте, которые переживают непрестанные боли в теле, но когда с ними общаешься, они счастливы, они благословенные, они наполнены верой, они наполнены Духом Божьим. А бывает, разговариваешь с другими, казалось бы, все есть в жизни, все хорошо, а счастья нету. Нету света, нету радости, нету наслаждения, нету какого-то благословения. Поэтому я бы хотел, а я делюсь этой темой не потому, что я достиг, уже я там преуспел, и уже достиг, но я стремлюсь, братья и сестры, давайте стремиться вместе. Аминь. Откровение, книга Откровения, вторая глава, с 12 стиха. И ангелу в пергамской церкви напиши. Так говорит, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенные, и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо, слышать, да слышишь, что Дух говорит церквям, побеждающему, дай вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень. И на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Вот это одно из посланий к церкви, церковь Пергаме. И обратите внимание, вот я читал, я обратил просто внимание, у меня как-то запало это сердце, что особенность этой церкви, Господь дает характеристику, и здесь написано, что ты живешь там, где престол сатаны. Вы можете себе представить, жить там, где престол сатаны? Вот ты живешь, ты думаешь, вот у меня такие соседи злые, сверху, снизу, справа, слева, на лестничной площадке, наверное, у меня престол сатаны, вот где я живу, там точно престол сатаны. На самом деле, братья и сестры, мы не знаем, что значит жить там, где престол сатаны. И вот в Пергаме, это сейчас Турция. Многие из вас были в Турции, но если не были, ну ничего страшного. Но это сейчас Турция, Пергам, или сейчас этот город, там называется Бергам. Пергамент, слышали? Пергамент. Вот это там изобрели. Но смотрите, что особенность, я почитал по истории немножко про этот город, что там, это был в то время, просто центр оккультизма, идолопоклонства. Вот Пергам. Там каких только идолов не было. Но вот такие основные идолы, которым поклонялись, это были огромные храмы, огромные капища Зевсу. И там воскуряли, и приносили жертвы, и были вот эти все жертвоприношения этому Зевсу. Также там Афиня, этот идол считался как бог мудрости. Тоже жертвы и религиозные ритуалы. Также вот мы знаем про Эскулапа, на самом деле, правильно, Асклепис. Асклепий, бог здоровья. Мы сейчас знаем Эскулап, да? Асклепий, бог здоровья. Вот тоже там поклонялись, в храме там змеи были. И много-много разных идолов. И много было аморальности. Это тоже было связано с религией. Идолопоклонство и блуд рядом идут. Легко запомнить, идолопоклонство и блуд рядом идут. Они все вместе. И вот этот город, он как был центр в то время оккультизма, идолопоклонства, и очень был развращенный народ. И представьте, там была Церковь Божия. Там жили и служили Господу братья и сестры, такие же, как мы с вами. И Господь, Он говорит, Он вдохновляет пастора пергамского. Ты молодец, ты не отрекся, ты такой верный. И даже когда убили свидетеля Антипа, то есть его казнили, есть такое предание о нем, что его заживо просто сварили. То есть его просто служители Антипа взяли и сварили в кипятке. И там много было страданий, гонений много было за Христа. И он говорит пастору, ты молодец, ты не отрекся. Ты верный, ты молодец, но обратите внимание, там не сказано, что тебе так тяжело здесь, тебе надо место поменять. Здесь очень, ну, условия плохие. Давай собирай чемоданы, бери жену, детей, переезжай на юг к морю, там живи. Не написано же так. Ты живешь там, где престол сатаны, ну и продолжай там жить. И как быть счастливым, когда ты живешь в том месте, где престол сатаны? Как ты можешь быть счастливым, когда ты живешь в атмосфере враждебности, критики, недопонимания, где пытаются обидеть, критиковать, судить? Вы понимаете, да? Такая нездоровая атмосфера. И как быть счастливым? И Господь говорит, что тебе еще кое-что надо исправить даже. Тебе нужно кое-в чем покаяться. Тебе нужно с некоторыми учениями в твоей церкви разобраться. Многие люди думают, вот я перееду в другой город, или я перееду в другую страну, или я пойду в другую церковь. Вот точно буду счастлив. Не будешь. Но там, где ты живешь, если ты живешь там, где престол сатаны, если ты научишься быть счастливым в своих взаимоотношениях с Богом, ты будешь счастливым на всяком месте, куда тебя поведет Господь. Поэтому там, где ты живешь, возможно, ты не будешь там жить всю свою жизнь. Возможно, Бог поведет тебя на новое место, потому что наш Бог, Он в движении. Он двигается. Он куда-то нас ведет. Но чтобы прийти на новое место, приготовленное Богом, нам нужно соответствовать этому новому месту в своем характере, в своем мышлении и в своей способности. иметь близкие отношения с Богом во всякое время. Некоторые из нас еще не там, где должны быть, потому что мы не готовы. Для некоторых из нас Бог приготовил что-то большее и лучшее, но мы не там, потому что мы не готовы. Братья и сестры, но нам нужно приготовиться. И мы можем приготовиться. И самое важное, что я отметил для себя во всякое время, где бы ты ни жил, где бы ты ни был, в какой бы ты атмосфере ни находился, с чем бы ты ни столкнулся в своей жизни, научись всегда иметь счастье и наслаждение и благословение и смысл жизни в близких отношениях с Богом. Я сегодня утром, когда молился, спросил Святого Духа, сказал, Дух Святой, что такое наслаждение? И Святой Дух сказал мне просто близкие отношения с Богом и отсутствие греха. Это простое Евангелие, братья и сестры. Есть люди, которые имеют сверхъестественную способность взять простые вещи и усложнить их. Но Писание говорит, чтобы мы не уклонялись от простоты во Христе Иисусе, чтобы мы не уклонялись от простоты Евангелия. Евангелие нашего Господа Иисуса Христа, оно очень простое и понятное, и доступное. Близкие отношения с Богом и отсутствие греха. И в этом есть, в этом есть наслаждение. В этом есть благословение. Поэтому люди думают так. Яков пишет в посланиях, что вот люди так размышляют. Вот я поеду в такой-то город, я начну там бизнес, я там начну торговать. Яков говорит, ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Наша жизнь, пар, который является на малое время. Нужно не так говорить. Нужно говорить, если Господу будет что угодно, если будем живы и не умрем, да? Вот знаете, если и если, если Богу угодно, и если мы не умрем, то тогда, если Господу будет угодно, поедем куда-то. И что-то будем делать, если Господу будет угодно. Но если человек живет так, его не интересует, что Господу угодно. Он живет эмоциями, желаниями. Я хочу, я хочу, я хочу. Я хочу туда пойти, я хочу туда поехать, я хочу это делать. Не советуется с Богом, попадает в проблемы и не имеет счастья. Но я верю, что люди, которые Божью волю ставят на первое место, они будут иметь хорошую жизнь, скажи, хорошую жизнь в любых обстоятельствах. Поэтому я не могу вам сегодня пообещать, что сегодня к вечеру все ваши обстоятельства изменятся, все ваши болезни уйдут, все ваши проблемы решатся. Я не могу вам это обещать. Не могу. Но я вот что могу пообещать. Если вы будете счастливы в отношениях с Господом, поменяется ваше отношение к жизни, поменяется ваше отношение к проблеме, и эти ситуации, они начнут меняться быстрее. Начнется божественное ускорение. Когда мы читаем историю, я не буду ее читать, но помните, ученики, они переплывали через озеро. И написано, что Господь вошел в лодку, и как только Он вошел в лодку, сразу же приплыли к берегу. Сразу же, быстро, мгновенно. Как только Господь приходит в твою лодку, Он приходит в твою ситуацию, начинается божественное ускорение. Эти процессы, они ускоряются, и быстрее приходит ответ. Научись наслаждаться в отношениях с Богом. Научись наслаждаться своим христианством. Научись быть счастливым в отношениях с Богом, и находясь в твоем призвании. Есть хорошая благословенная жизнь на всяком месте, в кризисное время, в плохое время, в проблемное время. Если ты живешь там, где престол сатаны, ты можешь быть счастлив, ты можешь быть благословен, ты можешь иметь эти близкие отношения с Богом. Вы знаете, когда Бог сотворил Эдем, помните, да, но у нас еще не было, но мы из Библии помним. Эдем. Рай, Эдем. Знаете, как это слово Эдем переводится? Наслаждение. Скажи, наслаждение. Господь сотворил этот Эдем, и Он назвал это место наслаждение. И наслаждение было не в том, что там просто было много деревьев, с которыми можно было что-то есть. Это человеческий взгляд, понимаете, вот просто вот что-то поесть. Не в этом счастье, что там можно было поесть бесплатно. Не в этом счастье, что там бесплатно поесть. Не в этом счастье было. В чем заключалось наслаждение для Адама и Евы? Что они могли беспрепятственно иметь эти близкие отношения с Богом до грехопадения. А потом произошло грехопадение. Они утратили это наслаждение. Они это место благословенное потеряли, но прежде всего они утратили наслаждение с Богом. Я скажу, может быть, богословски не точную вещь, но Адам и Ева согрешили до грехопадения. Было время, не было грехопадения, и до грехопадения они согрешили, и мы называем этот момент грехопадения. Но было время до грехопадения. И давайте мы просто представим, а что если бы, было бы, если бы они бы не согрешили бы? Ну тогда бы, конечно, я бы тоже так бы хотел бы жить бы. Ну а что было бы, если бы они не согрешили бы? Бог планировал для Адама и Евы следующее, какая была заповедь? Плодитесь, что еще? Умножайтесь. Это все или еще что-то есть? Ухаживайте, возделывайте, плодитесь. То есть ходить в огород и умножаться, да, все? Все, в смысле был жизни Адама и Евы. И наполняйте, что? Всю, что? Землю. Наполняйте всю землю. Бог хотел, чтобы Адам распространился на всю землю. Бог хотел, чтобы эта атмосфера Царства Божьего наполнила, наполнила всю землю. Бог желал распространить эти отношения по всей земле. Ну, скажешь, да нет, Бог изначально планировал грехопадение, и чтобы так было, и план искупления. Знаете, Писание говорит, «Мои мысли не ваши мысли, и мои пути пути не ваши. Неседимы судьбы Господа». Мы не можем просто взять и как бы за Бога решать, как должно быть, а как не должно быть. Бог изначально знал, что будет. Но не все, что происходит, входит в совершенный Божий план. Вы должны понять это. Потому что, когда мы говорим, вот Бог предопределил, Бог попустил, Бог допустил, вот услышите сейчас, вы знаете это, братья и сестры, но услышьте. Бог дал, суверенный Бог дал человеку право выбора. И решение человека будет определять его судьбу. Не только Бог, но и выбор самого человека. Поэтому люди, которые верят в мистическую судьбу, вот, что воля, что не воля, все равно, это вот Бог допустил, попустил, вот, вот, это так Богу угодно, видимо, было. Знаете, духовно звучит и красиво. Но на самом деле, не все, что происходит в нашей жизни, является совершенной Божьей волей. Потому что Бог дал право выбирать тебе и мне. Поэтому говорю тебе, дорогой друг, выбери наслаждаться в отношениях с Богом. Избери наслаждаться не временными, греховными наслаждениями, но выбери наслаждаться в отношениях с Богом. Выбери иметь смысл в своем призвании. Выбери не ту судьбу, которую тебе папа с мамой придумали. Выбери не ту мечту, которая тебе приснилась и причудилась. Выбери судьбу, которая от Господа, потому что эта судьба, она самая лучшая. Аминь. Аллилуйя. В притчах написано 29-26. Многие ищут благосклонного лица человека, а судьба человека на самом деле от кого? От кого? От Господа. Скажи, моя судьба от Господа. Братья и сестры, я не знаю, как вы. Я хочу судьбу, которая от Господа. Я не хочу судьбу, которая от меня лично, от плоти. Я не хочу ту судьбу, которая от папы с мамой. Я не хочу судьбу, которая от человека. Я не хочу судьбу, которая от политиков. Я не хочу судьбу, которая от кого-то, от дьявола. Мне не нужен ни честный сценарий. Я хочу ту судьбу, которая от Господа. Потому что это лучшее, что может быть, скажи, аминь. Но на самом деле, если мы с вами изучаем Священное Писание, мы видим, что есть люди, которые вошли в судьбу от Господа, а есть люди, которые в нее не вошли. Есть люди, которые вошли, но не совсем, не так, как Бог хотел. И от чего это зависит? Это зависело от их решения. Скажи, решение, есть сила решения, есть право выбора, это будет определять, дорогой друг, войдешь ты в судьбу, которая от Господа, или ты проживешь какую-то другую жизнь. Поэтому, когда мы принимаем решение, это будет определять. Правильное решение, оно приведет к правильным результатам. Неправильные решения, они отведут в сторону. Но в конце проповеди я скажу благую вещь для тех, кто конкретно уклонился. Потерпите чуть-чуть. Есть ободрение для каждого. Но давайте быстренько вспомним. Адам и Ева, что им не хватало? Вот что им не хватало? Наслаждение с Господом. Но как-то что-то не оценили они. Как-то что-то решили по-своему. Дьявол как-то обманул, обольстил. И они впали в это искушение. Я хочу напомнить вам, они не были еще грешниками. Это было до грехопадения. Дьявол искушал до грехопадения. Ева прислушивалась к словам сатаны до грехопадения. У нее не было еще никакой греховной природы. Она была, ну, не могу сказать, что прямо совершенная. Ну, венец творения, человек. Мы даже не можем себе представить, как это быть до грехопадения. Но дьявол ее обольстил. И она впала в искушение. И она сделала неправильный выбор. Поэтому и мы с вами, дорогие друзья, мы утешаемся тем, что мы царствием Божьим, что мы дети Божьи. Но мы не запрограммированы Богом на принятие правильных решений. Всегда будет у нас выбор. Есть сила решения. Скажи решение. Это очень важно. Потому что некоторые люди, они воспринимают фатально свою жизнь. Абсолютно все, что происходит, они находят оправдание. Наверное, так придумал Бог. Не всегда так, дорогие друзья. Не всегда. Наше решение будет определять, какая будет судьба. Которая от Господа, запланирована Господом, или еще какая-то такая посредственная. Но принял решение, я буду верен Богу, я буду строить ковчег. Много лет люди над ним смеялись. Может быть, родные и близкие его не понимали. Родная жена, дети, семья, может быть, недопонимали его. Но он принял это решение, и он был тверд в своем решении. Есть люди, которые решения принимают, но не твердые. Братья и сестры, когда мы приняли это решение, как этот пастор пергамской церкви, он жил там, где престол сатаны, но он был тверд в своем решении оставаться верным Господу. Прими не просто решение, а прими твердое решение. Искать Господа каждый день, общаться с Господом каждый день, читать Библию каждый день, молиться Господу каждый день, служить Господу каждый день, слушать голос Божий каждый день, проявлять любовь каждый день, творить добро каждый день. Прими твердое решение, жить не для себя, а для Господа. И ты войдешь в Его судьбу. И в этом есть счастье. В этом есть истинное благословение, дорогие друзья. Я вспоминаю, время я начал только служить Господу. 2001 год, 2002 год. Была библейская школа, было распределение. Кого-то отправили пастором, лидером, помощником. А меня отправили сторожить базу. У нас на Силве была база. Летом лагеря были христианские. А зимой нужно было сторожить. Я летом помогал по хозяйству, а зимой сторожил. И вот я помню, пришла зима как-то, и электричества не стало. Электричества нет, отопления нет. И вот я сижу на этой базе, у меня только печка, свечка и собака. Вот бы втроем, ну как втроем, с собакой бы. И печка это камин. В Большом Вестибюле камин. Ну, я там сделал типа шатра, растянул веревочки, занавесочки, сделал шатер такой у камина. И топлю этот камин. И у меня ничего нет. Денег толком нет, семьи нет, жены нет, детей нет, ничего нет. Я вот только-только начал свой христианский путь. Я живу на этой базе. Там света нет, тепла нет, электричества нет. Но знаете, я вспоминаю это время, как время благословенное. Я все это время общался с Господом. Я как в Эдеме жил, как в раю. Я вспоминаю с большим восторгом это время. Я не сидел просто так. Я ходил там по участкам местных сторожей, к Богу приводил. Они ко мне в гости приходили пока светлое, чтобы потом можно было выбраться. Старался служить, но вот я однажды приезжаю в церковь. Меня один брат спрашивает, а ты библику закончил, ты сейчас где? Я говорю, ну вот я там на базе сторожем. А что Богу не служишь? Я так думаю, объяснять ему или не объяснять? Что я Богу не служил? Меня туда пастор отправил. Это было мое служение. Я воспринимал это как мое служение. Поэтому твое служение – это не какая-то позиция в церкви, это не какая-то должность. Упаси Бог, это не карьера, братья и сестры. Твое служение номер один – ходить с Господом каждый день. С Богом ходить каждый день. Как Ной ходил, как Авраам ходил, и он вошел в судьбу, которая от Господа. Исаак и Яков, они вошли в судьбу, которая от Господа. Они не были совершенными людьми. У них проблемы были, трудности были, враги были. Разные были ситуации. И падения у них были. Но они вошли в судьбу, которая от Господа. Потому что каждый раз они вставали. И они искали отношения с Богом. Иосиф, у него и яма была. У него и предательство братьев было. У него и тюрьма была. Но Бог поднял его. Непонятные ситуации, сложные обстоятельства. Но он всегда искал отношения с Богом. И он вошел в судьбу, которая от Господа. Моисей уже в преклонных годах, он уже думал, ну, кто я, я просто пастух, пастух, пасту овес тут у своего тестя Яфора. Он уже не помышлял о призвании, о какой-то великой судьбе. Ну, он просто жил вот этой обычной жизнью. И вдруг горящий куст, и вдруг Бог, он обращается к нему. Моисей даже не в курсе был, какая для него приготовлена великая судьба. Ты сегодня живешь обычной жизнью. Слушай, но если ты ходишь с Господом, для тебя скоро откроется великая судьба и новый план. Потому что Бог уже приготовил для тебя новое место и новую позицию. Ты веришь в это? У Бога уже есть новое место, приготовленное для тебя. Тебе нужно туда прийти. Тебе нужно туда войти. Это судьба, которая от Господа. И Моисей вошел. И Иисус Навин вошел. Ему нужно было смело принимать твердые решения. Бог сказал, будь тверд, будь мужественен. Не бойся. Ты не живи в компромиссах. Не бойся, что тебе тут люди пытаются объяснить. Я тебе говорю, веди их через Иордан. Но не все, которых Иисус Навин ввел, не все из них вошли. Многие погибли в пустыне. Это был их выбор, дорогие друзья. Это было их решение остаться в пустыне. Другие приняли решение, мы с Иисусом Навиным пойдем. Бог приходит однажды к Гедеону. Гедеону. Гедеон занят каким-то мелким делом, мелкие занятия. У него выколачивают пшеницу. Он живет вот этим днем. Он где-то прячется от этих медеметян. Он просто выколачивает. Ему бы сегодня день прожить. Какая еще судьба от Господа? Слушайте, но у Бога в это время был просто уникальный план для Гедеона. Гедеон был не в курсе. Не всегда Бог открывает нам свои грандиозные планы. Не всегда Бог всю картину, всю судьбу и весь свой сценарий открывает сразу. Не всегда. Гедеон был не в курсе, но Господь посетил его и сказал, Гедеон, у меня есть для тебя прекрасное, великое задание. Ты готов. Я дам тебе силу, я пошиву ангелов. Знаете, как люди входят в судьбу. Бывает, Господь просто касается человека, например, Савва. Вот он был гонителем церкви. Он жестоко преследовал церковь. И Господь Иисус явился ему по дороге в Дамаск. И что на этой пыльной дороге ему открылся весь план и весь сценарий? Он что, увидел просто всю картину своего апостольского служения? Нет ведь? Он просто познакомился с Иисусом. И там на пыльной дороге он принял решение, я буду служить этому Иисусу. Я буду служить Господу. А Господь сказал, хочешь знать план? Пока ты на этой пыльной дороге, я с тобой разговаривать не буду. Тебе не надо оставаться на этой пыльной дороге. Хорошо, что ты встретился с Иисусом. Но теперь твой следующий шаг, иди в город, который я тебе покажу. И там я пошлю к тебе ученика. И ты кое-что, не все, но кое-что еще узнаешь в отношении моей судьбы. И Савлу нужно было принять решение, скажи решение. Идти в тот город непонятно зачем и для чего. И когда он пришел в тот город, в Дамаск ему открылось. Следующий шаг, следующий шаг и следующий шаг. Братья и сестры, порой мы не видим всю судьбу Божию. Мы не видим все планы Божьи. Но прими решение каждый день быть с Господом, и тебе будет открываться все больше и больше и больше. Не ставь на себе крест. Может быть, ты, как Гедеон, сегодня занят мелкими делами, решениями, какими-то в своей жизни. Но если ты ходишь с Господом, Бог в свое время, Он откроет тебе то новое место, где Он желает тебя видеть. Но когда ты придешь на новое место, ты будешь уже другим человеком, потому что Бог ведет тебя таким путем, чтобы тебе измениться в мышлении и в характере. Мы, бывает, не там, где должны быть, потому что мы не изменились, не захотели измениться. И Бог не может тебя вести дальше, пока ты не изменишься. Кто понимает меня? Нам придется измениться. Нам придется пройти через какой-то некомфорт в своей жизни, через какую-то яму, ров, пустыню, ограничения. Нам придется пройти через какие-то скорби или испытания для того, чтобы войти в эту судьбу, которая от Господа. Поэтому не нужно представлять, что христианство – это такая комфортная жизнь, что-то, когда все хорошо, что-то вот такое устройство. И все нужды у нас всегда восполнены, и мы молимся об этом по богатству славе Иисусом Христом. Но это молитва Павла за филиппийцев. Это, ну, не к каждому верующему, наверное, относится. Мы молимся так, но Бог восполнит всякую нужду по богатству славе Иисусом Христом. Это молитва Павла за филиппийцев. Филиппийцы, они не просто сидели, знаете, они жертвы, они участвовали в миссии, они поддерживали служение Павла финансами. Вы знаете об этом, да, что они финансами поддерживали Павла? Они поддерживали церковь. Поэтому я верю, что филиппийцев, в отношении филиппийцев эта молитва сработала. Бог восполнял их нужды по богатству славе Иисусом Христом. Если мы живем, как эти филиппийцы, если мы жертвенные, если мы даем, то эта молитва апостола Павла, она сработает и в твоей жизни так же, и ты войдешь в эту судьбу Божью. Скажи Амине. Поэтому христианство – это отношение с Богом. И мы видим, люди были, которые вошли, и были те, которые не вошли. Мы видим, как Давид, несмотря на все трудности, испытания в своей жизни, вошел, а Саул хорошо начал, но, знаете, как-то не очень хорошо закончил. Не очень хорошо. Иуда хорошо начал, но как-то не очень хорошо закончил. Я не верю, что это была судьба от Господа. Иуда сам принял решение предать Господу. Иуда сам принял решение повеситься. Это был его выбор. Это было его решение. Богатый юноша, к которому Господь обращался, помните, он ему говорит, продай все свое имение и пошли за мной. А вопрос шел о жизни вечной. А я подумал однажды, Господь, а ведь это же ты его звал в команду апостольскую. Ведь это же был тот же самый призыв, как и Петра, и Матфея, и других. И Господь призывал Иоанна. Это тот же самый призыв. Оставь все и следуй за мной. Но богатый юноша подумал, а как я пойду, а как имущество мое? А как я буду жить? А на что я буду жить? Это что, я теперь сам себе готовить должен? Я готовить и не умею? А как я без слуг? А кто мне стирать будет все? Что, я сам стирать теперь должен еще? А куда-нибудь отправят меня с МГДИ, ГДИ куда-нибудь? И что я там? И как я там буду? Служителем в какой-нибудь трипцентре? Базу какую-нибудь охранять? Куда-нибудь отправят еще? Не, я так не хочу. Давай, Господь, сделаем так, как я хочу. Не будет счастья, если мы строим свои отношения с Богом на своих условиях. Надо строить свои отношения на Его условиях. Есть Его сценарий. Есть сценарий дьявола. Есть сценарий человеческий. Есть сценарий Божий. Я хочу сценарий, который от Господа. Я хочу сценарий, который с неба. Я хочу прийти к нашему Богу и услышать. Молодец, Сергей. Ну, ты, конечно, там, ну, не все, но на 80%, ну, хотя бы на 80% ты старался что-то сделать. Ну, вот что я точно не хочу услышать, это прийти на небо и услышать. Слушай, а я думал, ты вот это сделаешь, вот это сделаешь, вот это. А ты ничего не сделал. Ну, ты, ты Христа принял. Молодец, ты остался на этой пыльной дороге и пошел жить своей жизнью. Ты как Лот. Лот нормально пошел с Авраамом, пока не увидел хорошую перспективу для себя. Вау! Какие пастбище! Вау! Какая трава зеленая! Вау! Какие возможности! Он сказал Авраам, слушай, ну, давай, ты сам по себе, я сам по себе. Ты тут на камушках этих оставайся, а я пойду. Да я не пойду в Содом и Гамор. Ты за меня не переживай. Я туда не пойду, в этот Содом и Гамор. Что, не знаю, что там это вообще. Нет, я рядышком. Я как бы в долинах Содома и Гамора раскину и все. Ты за меня не переживай. В мир не пойду. И знаете, Лот сделал свой выбор. Это было его решение. Скажи решение. И он пошел. И в долинах Содом и Гамора поселился. Как его потом туда затянуло? Как-то затянуло его. И он потом томился там. Знаете, когда человек томится, я не вижу, что Лот счастливый был в этом Содоме и Гаморе. Я не думаю, что он был счастливый. А если бы его Бог послал в Содоме и Гамору, чтобы быть миссионером, он был бы там счастлив. Ты веришь в это? Потому что благодать была бы. Там, где престол сатаны. Но если Бог хочет, чтобы ты там жил, Он даст тебе благодать. Небеса будут открыты. И ты будешь иметь Эдем в своей душе. Это наслаждение в отношениях с Господом. И будешь радоваться делам рук своих. Будешь иметь счастье, удовлетворение от того, что Бог будет делать через тебя. Потому что ты будешь сосудом благопотребным. Бог будет использовать тебя и употреблять на всяком месте, куда тебя поведет Господь. Поэтому желай этой судьбы, которая от Господа. Были люди, которые не вошли. Исаф не вошел, а мог бы войти. Исаф не вошел. Саул не вошел, но мог бы войти. Самсон не вошел, но мог бы войти. Для Самсона была другая судьба. Он мог бы войти. И прожить свою жизнь по-другому. Это был выбор Самсона. Это был выбор Самсона. Но люди, которые вошли, они просто порой проявляли послушание. Смотрите, Мария и Иосиф. Вот Мария беременна на девятом месяце. И указ исходит. Приказ. Кого? Императора римского. Это оккупанты. Они оккупировали Израиль. И эти власти оккупантов издают указ всем на перепись населения срочно. Иосиф. Если бы был бунтарь, он бы сказал бы, да что мне этот кесарь? Да что мне этот император? Да не пойду я на эту перепись. Но он просто был послушан начальству и власти. Он просто не влазил в какие-то политические вот эти процессы. Вот он просто проявил свое послушание императору, оккупанту. И он пошел и сделал то, что было сказано в приказе. И он взял свою беременную женщину, невесту свою, жену свою, Марию он взял, на осла посадил. И нужно было много километров, несколько дней, двигаться по горам, по долам. А беременные женщины вот на девятом месяце то там остановись, то одно надо, то другое надо. Это сложно, да? Ты не можешь разогнаться с беременной женщиной, как бы на осле вот, как-то, побыстрее бы это все. Иосиф, может быть, и хотел побыстрее, но оно как-то вот так. Как получилось? И они пришли. А где Господь устройство? А где гостиница? А где шикарное место для нас? Ничего не готово. В хлеву. Но мы знаем, что эти люди, Мария и Иосиф, они вошли в судьбу, которую от Господа. Если бы Иосиф бунтовал, если бы он противился, он бы отказался пойти на перепись, и мы бы не читали про них в Евангелии. Это был выбор Иосифа. Это был выбор Марии. И они вошли в эту судьбу. Братья и сестры, давайте не будем фаталистами. Давайте возьмем ответственность за свое состояние. Давайте возьмем ответственность за свою жизнь. И сегодня, если ты слушаешь это слово, и ты понимаешь, что ты уклонился, что ты где-то куда-то не тем путем пошел, что ты где-то, ну, увлекся какими-то материальными вещами, или ты увлекся от призвания, я тебе хочу сказать, Бог дает шанс каждому человеку сегодня, пока есть жизнь в твоем теле. Бог дает шанс, и он силен восстановить каждого. Я хочу прочитать последнее место Писания. Мы будем молиться. Кройте, пожалуйста, Иов. 14 главу 7 стиха. Для дерева есть надежда, что оно, если будет срублено, снова живет, и отрасли от него выходить не перестанут. И если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно даст отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. Есть благословенные старцы, люди в возрасте, и много лет физиологически, но внутри они, как зеленеющая маслина, исполнены верой и Святого Духа. Есть молодые люди, внутри они сухие, как пеньки. Так вот, я обращаюсь сегодня к каждому, кто чувствует внутри себя вот эту засуху. Ты как это дерево, срубленное и сухое. Знаешь, что нужно? Дух Святой сегодня говорит, тебе нужно почуять живую воду, и ты оживешь. Ты оживешь. Ты оживешь в своих отношениях. И вернется эта жажда, вернется этот огонь, и вернется это желание служить Господу. Это вернется к тебе. Бог тебя восстановит. Тебе нужно только почуять, почувствовать Его присутствие. Тебе нужно принять решение приближаться к Нему. Это новое время для тебя, приготовленное Богом. Это новый уровень Божьей славы. Это новый уровень служения для тебя. Бог уже все приготовил, и Он приглашает тебя сегодня, чтобы ты входил в эту судьбу, которую приготовил Господь. Господь сегодня приглашает тебя, чтобы ты вернулся. Не просто, ну да, я хотел бы, но прими это твердое решение. Пусть это будет смыслом в твоей жизни. Войти в Божью судьбу. Пусть у тебя не будет никаких компромиссов. Может быть, этот мир тебя влечет. Твои заботы тебя влекут. Твои проблемы, они дают просто тебе возможность служить Господу. Ну, прими решение. Я иду служить Господу, а Господь позаботится обо всем. Прими твердое решение внутри себя. Войти в судьбу, которая от Господа. Не копировать чье-то сужение. Не копировать чью-то судьбу. Но войти в свои отношения с Господом и исполнить ту волю, которую Бог приготовил для тебя. Нужно почувствовать, и ты оживешь. Даже низко срубленное дерево. Старый сухой пень. Если почует воду, Ива говорит, да? Сухой старый пень. Если корни есть, надежда не потеряна. Аллелуйя. Если ты сегодня здесь, надежда не потеряна. Этот старый сухой пень, это не возраст, дорогие друзья. Это духовное состояние. Этот старый сухой пень оживет. Аллелуйя. Оживет. Аллелуйя. Оживет. 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 Если только почует, почует близость к Господу. Слушай, Бог говорит, Господь близко. Если ты думаешь, ой, дьявол близко. Ой, проблемы близко. Ой, болезни близко. Ой, эта боль, она так близко. Слушай, ты еще никогда не жил там, где престол сатаны. Твои соседи, это еще брызги для моряка. Это еще ничего такого. Престол сатаны, это что-то страшно. Представьте, дьявол взял Христа и потащил куда-то, возвел его на горы. Вы можете себе представить, что сатана схватил тебя, куда-то повел? Послушайте, но когда тебе кажется, что дьявол близко, что бесы тебя оккупировали, что прямо тьма пришла, я тебе хочу сказать от Духа Святого прямо сейчас, если тебе кажется, что дьявол близко, Бог, он еще ближе к тебе. Бог ближе к тебе. Он ближе к тебе. Он внутри тебя. Он в сердце твоем. Он внутри тебя. Он всегда с тобой. Он никогда тебя не оставляет. И если Бог попускает тебе жить там, где ты живешь, верь, что Он не дал тебе сверх сил. Верь, что Бог силен тебе помочь. Верь, что Он приготовил новое вино, чтобы излили в новые мехи. Он сделал тебя новым творением, чтобы ты жил новой жизнью, не проклятой жизнью, а благословенной жизнью. Бог сделал тебя новым творением, не для того, чтобы ты жил в депрессии, но чтобы ты имел радость при лицом Его. Мы сегодня пели в этой песне, что Иисус, Ты мое утешение. Скажи, Иисус, Ты мое утешение. Скажи, Иисус, Ты моя радость. Скажи, Иисус, Ты моя жизнь. Скажи, Иисус, Ты мое счастье. Скажи, Иисус, Ты мое наслаждение. Иисус, 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 Иисус В Его имени есть все для нас Аллилуйя В Его имени есть все для нас, дорогие друзья Это простое Евангелие Нам нужно почуять Нам нужно ощутить Его любовь И эту близость Просто прими это решение Быть с Иисусом Христом каждый день И ты оживешь Твоя жизнь оживет Твоя мечта оживет Твои отношения живут Твое тело оживет Твое призвание оживет Твоя судьба оживет Аллилуйя Это новое время Через Иисуса Христа Это благословенное время Это новая судьба Это та судьба, которая была Изначально придумана Самим Господом Давайте мы встанем на наши ноги Аллилуйя Подними руки Господу Скажи, Господь Я хочу войти в Твое призвание И в Твою судьбу Помоги мне, Дух Святой Наслаждаться отношениями с Господом Господи, дай нам быть, Господь В Эдеме Твоего присутствия И наслаждаться христианской жизнью Посреди кризисов Посреди проблем Посреди обстоятельств Посреди боли Посреди утрат Посреди потерь Дай нам утешаться В Твоем присутствии, Господь Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Я прошу Тебя, Господь Чтобы сегодня было разрушено Всякое препятствие Все, что мешает сегодня наслаждаться Господь Отношением Призванием Все, что сегодня мешает Входить в Твою судьбу Пусть будет разрушено Всякая сила греха Всякая ложь дьявольская Всякое неверие Во имя Иисуса Христа Я прошу Тебя, Господь Дай ощутить Дай, Господи, прийти каждому В это новое время Чтобы снова поклоняться Чтобы снова молиться Чтобы снова пребывать в Слове Чтобы снова служить Чтобы снова двигаться с Тобой Чтобы снова проповедовать Чтобы снова исполнять Твою волю Дай ощутить Твое присутствие И Твою любовь Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Во имя Иисуса Пусть все сухое оживет Пусть чья-то вера оживет Пусть чья-то надежда оживет. Пусть чье-то твердое решение оживет. Пусть чей-то выбор оживет. Тебе не нужно бросать судьбу от Господа. Тебе не нужно бросать призвание Господа. Тебе не нужно оставлять общение. Тебе не нужно оставлять семью. Тебе не нужно оставлять мужа. Тебе не нужно оставлять жену. Тебе не нужно оставлять церковь. Тебе нужно вернуться к отношениям с Господом. И ты оживешь, и снова будешь поклоняться, и снова будешь переживать Его присутствие, и снова будешь видеть, как Бог действует через тебя, потому что Бог близко к тебе, Он не забыл про тебя через жертву Иисуса Христа. Все мы имеем доступ к Нему, Он любит тебя. Возможно, ты сегодня занят мелкими делами, как Годион, ты занят мелкими делами, как Моисей, и ты даже не мечтаешь и не помышляешь, но пусть сегодня это Слово, это собрание, это будет временем посещения Господа. Пусть это будет временем, когда Бог через горящий куст говорит тебе. Пусть это будет временем, когда ты будешь принимать твердое решение следовать за Господом и служить Ему во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! 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 Я хочу обратиться к тем людям, которые следовали за Господом и вы оставили. Я хочу обратиться к тем людям, которые еще не принимали решение следовать за Господом. Однажды у одного человека было два сына, и один потребовал дать ему наследство и уйти, и он ушел, этот блудный сын, он все расточил, все умение, все потратил. Он пришел просто к кризису в своей жизни, и он осознал это, и он принял решение и сказал, я возвращаюсь. Послушайте, он не просто попросил у Бога прощения, он не просто сказал, Господь, прости меня, что я так нехорошо поступил. Он принял твердое решение внутри себя, и он сказал, я возвращаюсь, скажи, я возвращаюсь. И написано, он встал, и он пошел и вернулся к Отцу. Покаяние – это не просто осознать, что мы неправы. Покаяние – это не просто попросить прощения. Покаяние – это принять твердое решение и пойти, и сделать конкретные шаги, сделать это действие и вернуться к Отцу. Если ты видишь сегодня себя в таком состоянии, что ты далеко от Господа, если ты не знаешь Господа, или если ты оставил Господа, я хочу сегодня помолиться тебе. Если ты такой человек просто там, где ты есть, ты можешь поднять свою руку и сказать, я возвращаюсь, я возвращаюсь к моему Отцу, я возвращаюсь к судьбу, которая от Господа. И прямо сейчас я прошу Господь запечатлеть эти твердые решения. Я молюсь, Господь, чтобы в результате этого выбора последовали действия во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя, слава тебе. Благодарю, благодарю, благодарю тебе. Пусть исцеление приходит, Господь, в каждое тело. Исцеление. Принимай сейчас исцеление. Принимай, принимай. Дорогие друзья, я хочу спросить, если есть люди, вы сегодня первый раз пришли, и вы хотите примириться с Господом, Христос еще не живет в вашем сердце. Если есть такие люди, подними руку. Если ты первый раз пришел, ты еще не молился этой молитвой, но сегодня ты хочешь примириться с Господом. Хочу спросить, есть такие люди? Есть кто-то? Все спасены? Слава Господу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Хорошо, давайте дадим Господу славу. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Богу. Представьте, на короткое время есть важное объявление. Я напоминаю, что наши общецерковные служения разделены на четыре потока. Это 9, 11, 13 и 15.00. Также в 18.00 молодежное служение. Сегодня продолжается тема месяца на молодежном служении. Осторожно, весеннее обострение. Тема проповеди мужской и женской. Мы также приглашаем вас сегодня в 18.00 на молодежное служение. Также я обращаюсь к братьям. Братья, скажите, 23 февраля. 23 февраля в 11.00 у нас состоится молитвенный завтрак для мужчин. И тема будет «Добрый воин». Мы приглашаем каждого из вас. Сестры, также отправляйте своих мужей, чтобы они были обязательно на этом мужском завтраке. Мы приглашаем каждого. Братья, берите своих сыновей, берите своих дочерей, берите с собой детей. И давайте вместе ожидать от Господа. Мы верим в то, что когда мужчины собираются вместе, то в этом есть большая сила Божья. Аминь. Поэтому 23 февраля в 11.00 мы ждем вас на мужском завтраке. Вся подробная информация по телефону горячей линии или также в фойе. Вы можете после служения подойти, записаться. Обязательно запишитесь, чтобы мы могли все спланировать. Ждем каждого 23 февраля в 11.00. Сестры, скажите 8 марта. 8 марта у нас будет женское служение в 11.00 на тему «Он вел меня в дом пира и знамя его надо мною любовь». Мы приглашаем каждую из вас на женское служение 8 марта в 11.00. Также с 26 февраля по пятницам у нас будет проходить семинар для лидеров домашних групп и тем, кто готовится ими стать. Начало в 19.00. Запись на семинар через региональных лидеров или по телефону горячей линии. Мы приглашаем всех лидеров домашних групп на эти семинары 26 февраля, каждую пятницу в 19.00. Мы ждем вас. Также приглашаем детей и подростков в театральную студию «Живой театр». Вся подробная информация по телефону горячей линии. Также мы встречаемся. Приглашает круг друзей 27 февраля на лыжную базу «Искра». Вся подробная информация. Также по телефону горячей линии. Круг друзей приглашает вас 27 февраля. Детский хор проходит по воскресеньям с 13.00 до 14.00. Записаться на занятия вы можете по телефону горячей линии. Отправляйте ваших детей на детский хор. Пусть они репетируют, поют и славят Господа. Аминь. Если у вас есть желание принять участие в кормлении людей в районах, позвоните по телефону горячей линии. Вся подробная информация вы можете получить по телефону горячей линии. Мы приглашаем вас участвовать в кормлении людей в районах. Поэтому можете записаться и принять участие. 23 февраля в магазине «Нужная книга» также будет скидка 10% на весь ассортимент. И последнее объявление. Каждый вечер приемлем эфир в 21.00 вместе с семьей. Давайте поднимемся. Закончим благодатью. Благодать Господа нашего. И Иисуса Христа. И любовь Бога Отца. И общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Приветствуйте друг друга. Благословляйте. С миром Божиим.